Количество умерших от коронавируса в мире превысило 15 тысяч, и большинство из них – люди пожилого возраста. Что они находятся в особой группе риска, подтвердили медики по всему миру. В России уже более 300 зараженных. Новый вирус настиг и Кабардино-Балкарскую республику. Там зафиксированы два случая заболевания. Власти Ингушетии предпринимают все меры по недопущению появления коронавируса у нас в республике. Создан оперативный штаб, а сегодня по решению руководства партии «Единая Россия» открывается и единый волонтерский центр, а функционировать он будет в региональной общественной приемной партии. Мы со своей стороны представляем свою инфраструктуру, то есть площадки, на котором этот единый волонтерский центр будет работать. Все организационные моменты, интернет-связь, прямая линия, все необходимые мы им представляем. Руководство партии совместно с руководством Общероссийского народного фронта выработано единое решение, о консолидации всех этих ресурсов в единый центр. «Единая Россия» в этот проект входит своими организационными методическими возможностями. Специализироваться волонтерский центр будет на оказании помощи одиноким, маломобильным, пожилым людям старше 65 лет, в том числе ветеранам Великой Отечественной войны и труда, которым некому помочь. На этой площадке объединились активисты волонтерских движений, волонтеры-медики, активисты молодой гвардии, волонтеры Конституции, волонтеры Победы. Их деятельность в основном заключается в доставке продуктов питания и медикаментов. Сегодня в республике очень много волонтеров, ребят, которые готовы прийти на помощь. И, возможно, в скором времени нам понадобится их помощь. И для этого превентивно мы работаем, создаем такой центр, мы будем взаимодействовать с оперативным штабом, созданным при главе республики, будем взаимодействовать с «Единой Россией». Также у нас есть номер «Единой горячей линии» и федеральный, который мы распространим, также есть и региональный номер. Правда, ряд организационных вопросов для волонтерского центра остается нерешенным. Главный из которых – транспорт для передвижения активистов и средства индивидуальной защиты. Ведь даже без тех же защитных масок они рискуют нанести ущерб собственному здоровью. Также на встрече затрагивается проблема паники вокруг коронавируса. Отмечают вирус новый, неизученный, что объясняет волнение многих жителей региона. Паниковать не нужно, но приложить максимум усилий, чтобы минимизировать потери в случае его проникновения в нашу республику, необходимо, считают участники встречи. Мы, как и в Российской Федерации, все субъекты в целом, у нас есть региональный штаб, который возглавляет глава нашей республики, волонтерский центр сейчас уже открыт. Тут ситуация такая, что пока ученые и медики не разберутся, судить об этой болезни нам очень трудно. И самое опасное – это то, что подвержены в первую очередь вот этой болезни – это люди пожилого возраста. Волонтеры, в свою очередь, будут проводить работу по информированию населения республики, как уберечься от коронавируса. Мы намерены распространить бумажные агитматериалы через почту, для того, чтобы люди старшего поколения, которые не пользуются сегодня информационными ресурсами, смогли получить информацию о том, как вести себя в случае распространения коронавируса в нашей республике. С этого дня оставить заявку на оказание помощи пожилые люди могут по номеру горячей линии волонтерского центра 8 873 455 1478. Каждый день в региональной общественной приемной будет дежурить по одному активисту от каждой волонтерской организации. Добровольцы будут обрабатывать поступающие обращения. До конца недели такие волонтерские центры заработают во всех субъектах страны. Диана Дударова, Адам Далака, Новости 24.